МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Россия вести Татарстана. О самых заметных событиях этой пятницы расскажут мои коллеги. Я, Лилия Галимова, в этом выпуске. В четырех стенах со своей проблемой. Почему ВИЧ-инфицированные не могут получить помещение для центра помощи и ютятся в квартире? Напряженная ситуация. Десятки нижнекамцев могут остаться без света. Ждет ли должников светлое будущее? В Олимпийском Сочи проходит инвестиционный форум. На какой пилотный проект претендует Татарстан? Горячие новости. Для чего в работу нашей телерадиокомпании вмешались спасатели? Очередь за жизнью Алсу Хабриеву нужны средства на операцию. Ждать квоту нет времени. В Казани за бумажной волокетой не могут открыть центр помощи ВИЧ-инфицированным. Год назад им обещали помочь, но дело так и не сдвинулось с места. Мамы вместе со своими детьми вынуждены собираться в квартирах друг у друга. А когда и такой возможности нет, оставляют малышей без присмотра. Здесь планируется сделать отдельный вход. Это единственный мест, где это возможно. У сотрудников общественного фонда Светланы Замбаевой далеко идущие планы на это помещение. Здесь хотят открыть центр взаимопомощи матерям и детям с ВИЧ-инфекцией. Кроме того, тут будут собираться добровольцы, проводить тренинги для подростков. Авторы проекта получили добро от всех инстанций и даже обещание помочь открыть такой центр. Руководство приняло однозначное решение оказать содействие фонду. Поэтому я думаю, что в ближайшее время решится вопрос о том, когда они смогут занять это помещение. Но это потребует и от них сбора определенных документов, как я уже говорила в подтверждении о том, что они ведут некоммерческую деятельность. Однако, дальше слов, дело не зашло. Приступить к ремонту пустующей квартиры сотрудники фонда не могут. Им до сих пор не удается оформить документы на это помещение. Всех специалистов, всех прошли, но у нас это согласование застрял у руководителя исполкома. Огромная просьба, чтобы были подписаны все документы необходимые, чтобы мы как можно быстрее начали хотя бы делать ремонт. Нам бы очень хотелось этот ремонт сделать до зимы. Как объяснили в городском исполкоме, документы действительно у них и проходят стадию оформления. В рамках законодательства сроки еще не вышли. Однако, в целом, квартира пустует уже пять лет. А сотрудникам фонда, даже после подписания всех бумаг, предстоит еще непростая процедура по переводу помещений из жилого фонда в нежилой. Все это время центр фактически существует в квартире Светланы, где она проживает с мужем и четырьмя детьми. До сих пор в мою однокомнатную квартиру привозят молоко, заменители грудного молока, привозят мне детскую одежду для детишек, чтобы тоже... Ну, так помогает. И получается, что у нас вся техника, это проекторы, флипчарты, компьютеры для офиса находятся сейчас, можно сказать, в этой однокомнатной квартире. Сюда же мама привозит своих детей, когда им нужно пройти обследование. А если такой возможности нет, таскают малышей по больницам. Вот почему центр так необходим всем, нам говорит Светлана. И надеется, что помещение не останется пустовать и шестую зиму подряд. Василия Хузина, Илья Шорин, Вести, Татарстан. Коммунальщики решили устроить темную некоторым нижнекамцам. Они предупреждают их о возможном отключении электричества. Ситуацию до такого напряжения довели должники. Только с двух микрорайонов недосчитались 20 миллионов рублей. Такое будущее светит неплательщикам, выясняли наши коллеги. На этот вопрос у Анатолия Качеля на один ответ. Платить нечем. Он безработный, поэтому и накопился долг в 10 тысяч рублей. Но отсутствие работы от оплаты за коммунальные услуги не освобождает. А не хотите дворников в дом управления поработать? Нет, не хочу. А что так? Что деньги будут? И не сантехникам, и не гинекологам. Деньги неплательщиков сейчас были бы как нельзя кстати в управляющей компании, планировали отремонтировать дороги и благоустроить площадки у домов. Но долги жильцов не дают взяться за работу. Жители двух микрорайонов должны 20 миллионов рублей. Поэтому в Нижнекамске от разъяснений перешли к суровым методам. Сейчас начинаются рейды. Мы организовали совместную службу взыскания задолженности города Нижнекамска. Мы будем раздавать уведомления по каждому дому, по должникам. Если в течение месяца не будет оплачена задолженность, то по 354-му постановлению мы будем отключать электроэнергию. Тем более, что такая практика в городе уже имеется. После последнего рейда 60 квартир неплательщиков отключили от электроэнергии. Некоторые долги погасили сразу. Коммунальщики готовы и в этот раз пойти на крайние меры. И тогда без благ цивилизации останутся еще десятки жильцов. В Сочи сегодня начал работу Международный инвестиционный форум «Сочи-2012». Утром, как и положено, он начался с делового завтрака, в котором принял участие Рустам Миниханов. На нем обсуждали конкурентоспособность регионов. Затем в присутствии Дмитрия Медведева было подписано соглашение с Внешэкономбанком о сотрудничестве в реализации проекта «Инополис». Компания будет финансировать строительство главного здания технопарка и объектов жилищной инфраструктуры. Оттуда все участники переместились на панельную дискуссию «Открытый регион», где Рустам Миниханов заявил, что Татарстан готов стать пилотным при внедрении электронных услуг для бизнеса и граждан в масштабах всей России. Еще одно немаловажное направление – онлайн помощь предпринимателю. В случае возникновения административных барьеров или коррупционных проявлений предприниматель может воспользоваться специальной услугой портала функции помощи предпринимателю. Сложные ситуации выносятся на рассмотрение общественного совета при агентстве инвестиционного развития нашей республики. В свою очередь председатель правительства отметил, что республика является одним из наиболее продвинутых регионов в развитии IT-технологий и их внедрении в госуправление. И предложил структурировать обращение граждан, чтобы люди понимали, куда, на какой сайт им обращаться с той или иной проблемой. Фарид Мухаммедшин сегодня в Санкт-Петербурге встретился с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным. Говорили о работе региональных законодателей. Председатель госсовета передал Зорькину приглашение на международную конференцию, посвященную 20-летию принятия Конституции Татарстана, заметив, что этот документ сыграл консолидирующую роль в жизни многонационального народа республики. Сегодня в Казани прошел бесплатный семинар для сотрудников кадровых служб. В мероприятии посетили более тысячи человек – руководители кадровых отделов, промышленных гигантов и маленьких фирм. Все надеялись получить консультацию известных в стране специалистов. Регистрацию планировали начать ровно в 9, но двери конференц-зала пришлось открыть гораздо раньше. На семинар пришли более тысячи кадровиков. Впрочем, аншлаги в каждом городе, говорят организаторы. Тема семинара актуальна – аудит кадровых документов. И консультируют здесь только лучшие специалисты. Инициатором этих поездок является группа «Акцион» и журнал «Кадровые дела». Именно он пригласил меня. Я являюсь консультантом этого журнала. И поэтому, собственно, если говорить о том, кто принес это благо людям, это, конечно, журнал «Кадровые дела». Познавательно. Во-первых, все те вопросы, которые накопились, можно задать и тут же услышать ответ. Такой семинар проводится по всей стране дважды в месяц. Цель – обучение кадровиков тонкостям делопроизводства. Работа у этих сотрудников нелегкая. Приходится постоянно штудировать законы, документы, распоряжения. Часто происходят изменения. К примеру, снова поменяется форма больничных листов. Ведущий семинар Валентина Митрофанова ответила на десятки вопросов, объяснила, как избежать ошибок. Отдельно обсудили оплату и режим труда. По итогам работы участникам семинара вручили сертификат от журнала «Кадровое дело». Альбина Батушина, Рад Калюмов, Вестер, Татарстан. Сегодня коллективу Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева был представлен исполняющий обязанности ректора Альберт Гельмудинов. На назначение приехала глава правительства Эльдар Халиков, который, в свою очередь, возглавит попечительский совет университета. В своем выступлении премьер-министр сказал, что на Гельмудинова возлагаются большие надежды. Сегодня на Генеральной Ассамблее ФИСУ презентовали Казань и Нью-Версиаду. Председателям национальных студенческих федераций рассказали о том, как пройдут всемирные студенческие игры 2013 года. Организаторы пообещали, что соревнования будут на самом высоком уровне. С приветственным словом к участникам форума обратился премьер-министр республики Эльдар Халиков. Он кратко ознакомил гостей социально-экономическими показателями Татарстана, спортивными достижениями наших команд. Казань становится местом проведения спортивных соревнований самого высокого уровня. В следующем году это универсиада. В 15-м году чемпионат по водным видам спорта. В 18-м году мы примем чемпионат мира по футболу. Казань меняется с каждым моим приездом и каждый раз в лучшую сторону. Это касается и нового стадиона, где будет проходить открытие всемирных студенческих игр. Я хочу поблагодарить организаторов. Это будет лучшая универсиада. Вой, сирен и спасательная техника ворвалась сегодня на территорию нашей телерадиокомпании. Сотрудники спешно покинули помещение. О том, что за испытание пришлось пройти и без того стрессоустойчивым журналистам, расскажет Роман Шапшинский. Тревожный сигнал раздался ровно в три часа в разгар рабочего времени. И хотя не отсмотрены материалы и не написаны тексты, здание пришлось покинуть всем. Ведь, по легенде, на телерадиокомпании разгорелся пожар. Руководители отделов, что называется, по головам пересчитали сотрудников, чтобы выяснить, не остался ли кто внутри. Буквально в считанные минуты примчалась пожарная машина. Спасатели отвели сотрудников на безопасное расстояние. По легенде, на третьем этаже, объятого пламенем здания, все-таки остался человек. Роль сотрудника телекомпании исполнял бессменный манекен «Яшка». Операция по спасению прошла удачно. Оперативно среагировали и сотрудники вневедомственной охраны, которая работает на территории ГТРК. За действиями своих подопечных наблюдал руководитель предприятия «Связь-безопасность» Рамиль Кашапов. Как действовать в чрезвычайной ситуации, как оказать первую помощь и какие новинки на вооружении современных спасателей – об этом и многом другом. Сотрудникам телекомпании рассказали представители пожарной части номер 3 Московского района, сотрудники отряда поисково-спасательной службы МЧС Татарстана-Казанского гарнизона, управление гражданской защиты исполкома столицы. Нас пригласили, мы показали свою работу, рассказали, что мы умеем делать, что мы делаем, на что мы аттестованы соответственно. Любая организация, которая хочет обучить своих сотрудников, проверить их способность реагирования на ЧАЭС, нас приглашают, мы им оказываем помощь и проводим все эти учебные мероприятия. Вопросы шли за вопросами, так что учения длились даже больше запланированного. Через час работа на телекомпании вошла в привычное русло. Роман Шапшинский, Илья Шорин, Вести Татарстан. Площадку в подарок от депутатов Казгурдумы получили сегодня жильцы домов по улице Декабрист. На эти цели, по словам устроителя, они затратили 350 тысяч рублей. Напомню, 29 августа Рустам Мениханов на празднике двора предложил народным избранникам распределить между собой детские площадки и либо на собственные, либо на спонсорские средства привести их в порядок. Нет ни денег, ни времени, чтобы стоять в очереди. 12-летняя Алсу Хабреевой нужны средства для срочной дорогостоящей операции в Израиле. Девочка не может даже кушать и стремительно теряет вес. Чтобы воспользоваться кого-то Минздрава, придется ждать год или два, а лечение нужно уже сейчас. В доме семьи Хабреевых часто звучит музыка, любимое занятие Алсу, игра на синтезаторе. Но это не единственное увлечение. Как настоящая девушка, она обожает наряжаться и разговаривать по телефону. Восторг, эмоции сильные у нее, когда вот по телефону. Когда что-то не нравится, она прям ругается, выражает свои слова. На свет девочка появилась здоровой, но, по словам мамы, в роддоме ее уронили на бетонный пол. Хрупкие детские кости не выдержали, повредился позвоночник. Малышку чудом удалось спасти, ей поставили диагноз детский церебральный паралич. В последнее время болезнь начала прогрессировать. Позвоночник резко, буквально за несколько месяцев вообще ушел в левую сторону. Как будто съехал прям. И грудная клетка села на сердечное, начала прижимать сердце и желудочный тракт, потому что я начала замочить, ее постоянно рвотный рефлекс начался. Врачи поставили диагноз левосторонний сколиоз с перемещением грудной клетки и сдавливанием сердечного клапана и поджелудочной железы. Девочка начала стремительно терять вес. Единственное, что пока воспринимает организм, витаминные соки. Сейчас жизнь алсу висит на волоске, нужна срочная дорогостоящая операция за границей. Ее стоимость с последующим курсом реабилитации 4 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. Вообще в России нет таких операций, чтобы вылечить ребенка. Говорят, позвоните в Израиль. Когда мы выставили им документацию и в снимке девочки, они сказали, срочно, как можно срочно давать МРТ нам и приезжайте, ее срочно надо оперировать. И хотя в этом доме поселилась болезнь, здесь не перестает улыбаться и верить в чудо. Родители алсу надеются на помощь неравнодушных людей. Мечтают, когда-нибудь девочка будет здорова и даже сможет ходить. Сама алсу уже определилась с планами. Когда вырастет, хочет стать детским доктором. Каким доктором ты хочешь стать? Детским, да? Да. Помочь алсу можно, отправив деньги на мобильные телефоны, указанные на экране. Либо сделав денежный перевод на банковский счет, реквизиты указаны на нашем сайте. Если вы хотите помочь алсу Хабриева, вы можете позвонить и по телефону нашей редакции 554-30-31. Сейчас узнаем о том, какая погода ждет нас завтра. Генеральный спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Зао Эвалар». Как сохранить здоровье груди? Натуральный комплекс «Мостофит» с эндолами поможет сохранить здоровье и красоту груди. «Мостофит» от компании «Эвалар». 22 сентября в Татарстане переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура ночью 4,9, днем 17, 22 градуса. Магнитное поле Земли прогнозируется возмущенным. Погода спокойная, с небольшими колебаниями основных метеопараметров. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45-50%. Спонсор прогноза погоды – Medical On Group в Казани. Врач-уролог. Восстановление потенции, лечение простатита и аденомы. Medical On Group. Советский цирк. Шоу 21 века. Впервые в Казани с 13 сентября. На сегодня это все новости. Далее выпуск федеральных вестей. Напомню, наши новости доступны на сайте. Хороших вам выходных. Берегите себя. Увидимся на канале Россия.